В современном обществе служение даже приравнивают, наверное, к определенному рабству. То есть человек, как раб, кому-то служит. Правильно я понимаю? Но дело в том, что кем-то, видимо, злонамеренно извращены все понятия, и те термины, те слова, за которыми было что-то светлое и хорошее, их постарались сделать, перевернуть кверх ногами, сделать из них что-то плохое. Как вот вы знаете, вот есть слово «ведьма». Плохое слово или хорошее? Есть у кого-то мнение, что слово плохое? Слово плохое все время. «Ведьма», да. На самом деле обозначает «ведающая мать». То есть совершенно кардинальный принцип другой. По слову, вот в частности, «раб» тоже есть много пониманий этого слова. Одно из значений есть «большое» или «много-ра», или «быстрое накопление-ра». То есть, скажем так, человек, который прожигал жизнь по полной и спустил весь свой тапос в предыдущих воплощениях, он рождается в определенных условиях, что у него отсутствует эта жизненная энергия в больших объемах, и он буквально должен выживать. И, соответственно, само понятие «раб» или «рабство», или «рабский труд» обозначает лишь быстрый путь к накоплению вот этих благодарностей. То же самое и со словом «служение». На самом деле служение — это служение возможно лишь только тем, кто выше тебя в чем-то, выше в развитии в каком-то, в каких-то способностях. Некоторое время назад мне попалась книга по бизнесу. Не буду называть ни автора, ни названия книги, потому что помимо того, что... того ценного совета, который автор дал, там можно подчеркнуть много... много того, чего у вас проведет не в ту сторону, в которую нужно. Так вот, автор описывает в этой книге один из способов достижения совершенства в определенных целях. Ну, в книге описывалось, как стать более совершенным бизнесменом и добиться успехов на этом поприще. И автор описывает такую методику. Он советует найти человека, который достиг в этой деятельности, которая вам интересна, очень больших высот. И найдя этого человека, начинать этому человеку помогать некоторым образом. Начиная помогать этому человеку, подружиться с ним. И тем самым, когда вы заведёте дружбу с этой Личностью и помогая ему, вы будете впитывать его образ жизни, его поведение, его способности и учиться, как вести себя, чтобы быть тоже успешным. Вот поэтому служение, это как раз и подразумевает именно взаимообмен своей жизненной энергии в помощь тому, кто выше тебя в чём-то, более совершенный, в обмен на его мудрость, на способности. То есть определённого образа это обучение. Получается, мы ставим параллель. Служение — это обучение и оплата за него. Всего лишь навсего. И, казалось бы, такое страшное слово «служение», что на самом деле это просто обучение. И ещё один вид служения — это служение высшим силам. Это считается самым эффективным методом, самым быстрым методом своего духовного или какого-либо другого роста, своего самосовершенствования. То есть если мы начинаем служить или взаимообмениваться энергией с теми существами, которые достигли божественных миров, являясь высшими силами, у всех эти высшие силы разные будут, то вы представляете качество энергии уже какое? Соответственно, самый скорейший рост будет, если вы будете продвигать определённые планы высших сил в эту реальность, помогая воплощать. Саша, тут тоже большие силы бывают разные, и служения бывают разные. Индюцы очень хорошо Харе Кришна поют, как бы, и там… Совершенно верно. В колокольчике будут. Поэтому, опять же, мы с точки зрения эффективности и трезвого холодного расчёта начинаем задумываться, да? А служение каким силам, к чему нас приведёт? То есть любые те же самые высшие силы определённые качества имеют и определённую направленность. Соответственно, помогая высшим силам, мы, привнося их энергию в мир, мы получаем эти качества. И это как называется эгрегор, да? Вот каждый эгрегор, он имеет определённые качества. Если мы начинаем взаимоотношения с этим эгрегором, то мы тоже становимся определёнными. Если вы смотрите на какое-то движение какого-то эгрегора, смотрите, что они делают, для чего они делают, к чему это ведёт. Ну и, соответственно, делайте выводы, нужно вам это или не нужно. Если вы хотите максимальный рост и более светлое понимание мира, более чистой деятельностью заниматься, соответственно, и выбирайте те высшие силы, которые тоже несут светлое, чистое, доброе в этот мир, благостное.